надеюсь все видно коль уж собрался записывать репортаж надо естественно максимально его сделать полезным для зрителя безусловно для тех кто уже умеет это делать я во первых ничего нового не скажу во вторых прелесть данного процесса состоит в том что это словно как отпечаток пальца у каждого своя неповторимая техника она базируется на целом ряде особенностей и физиологических особенностей строения перенесенных травм повреждений и так далее и так далее и так далее у каждого своя техника кто-то работает с одной руки кто-то работает обеими руками один кладет так 2 кладет эдак третий заворачивает вот так под самыми казалось бы со стороны смотря немыслимыми углами но так людям удобно поэтому как мне кажется саму технику саму по себе ее особо бессмысленно рассматривать в призме того что как бы там оно ни было когда человек учится у него определенным образом вот этот стереотип движений нарабатывается и уже отталкиваясь от этого человек начинает или скажем так совершенствует свою технику что нам нужно на что нам нужно обратить внимание прежде всего это минимальный необходимый набор для бритья как мне кажется и я вижу свою главную и основную задачу от этого я и днем и ночью думаю об одном и том же как помимо всего прочего естественно как сократить вот этот необходимый минимальный набор для бритья мне кажется он должен включать в себя три обязательные вещи вещь номер один это клинковая бритва которая готова к работе второе в обязательном порядке это правильный правильный ремень для правки которые конечно же в идеале должен включать в себя хлопчатобумажную стропу и в общем-то кожаную хлопчатобумажная вероятнее всего может понадобиться где-то каждое двадцатое бритье я так думаю каждое 30 бритье оно точно не помешает и кожа она может быть коровка может быть лошадка она может быть любой главное чтобы она работала и так бритва ремень и третий обязательный элемент это помазок кстати сказать вот этот помазок выбран не случайно у меня этот помазок работает он чаще всего участвуют в бритье по одной простой причине для него невозможного нет что я имею ввиду он способен с легкостью и воздушностью сгенерировать пену из любого мыла просто-напросто у меня есть несколько помазков они выполнены из натурального ворса как правило это барсук однако как мне кажется все субъективно я сразу хочу отметить но по этим моим исключительно субъективным заключением выигрывает в чистую синтетика по одной простой причине она не требует ухода с момента начала использования мной данного помазка я потерял а это прошло уже стас напомнишь кота ты мне подарил приветствую кстати сердечно стас одессит just a hobby подарил мне помазочек я не знаю когда это когда я проезжал два года назад три ну одним словом с того момента он не потерял ни одного волоска ни одного волоска взбивает пену из любого мыла касательно мыла это может быть мыло это может быть крем для бритья это может быть все что угодно это исключительно вопрос личных предпочтений что выбрать это придет уже тогда со временем на этом все не зря я сделал акцент на том чтобы бритва была в рабочем состоянии что подразумевает под собой рабочее состояние рабочее состояние подразумевает под собой рабочую остроту при которой человек ежедневно бреющийся ему нет необходимости использовать помимо помазка и того чем этот помазок вернее из чего этот помазок взбивает пену и в общем-то бритвы для того чтобы получить идеальный результат без пришей вов без никаких без ничего то есть вот этот максимально аскетичный минимальный набор все достаточно вот этого всего вот помазок есть я по привычке просто его замачиваю замачиваю в чашке это абсолютно в этом нет необходимости но я просто привык опять же таки в стасовой чашечке в свое время стас сделал отличное мыло у меня кстати она до сих осталось и его продемонстрирую даже сейчас ну точнее сказать остались остатки ну поскольку у меня сейчас обоняние не очень но я знаю а пахнет оно превеликолепно и вот осталось у меня от него вот такая роскошная баночка в нее я запоживал две шайбы табак мыло на всякий случай для тех кто не знает вот это табак это отдельный сердечный подарок ну тут банка одна банка бесценная но в нее заряжена вот такая шайба две шайбы вот такие рефиловые я предварительно на достаточно мелкой терочке потер и вот сюда в эту банку прекрасно оно поместилось нам остается сгенерировать пену и в общем-то начать процесс как это делается табак ну я бы не сказал что это сверх твердое мыло но вот так чтобы было видно ну так возьмем и вот туда несколько капель водички оброним и начнем потихонечку взбивать взрывает пену сразу тем и хорош в общем-то помазок синтетический вероятно можно было его стряхнуть сильнее дабы экстра водичку из него выбить теперь обратимся непосредственно к процессу как правило среднестатистически он себя включает так называемые три прохода имеется ввиду проход первый проход делается по росту волос второй проход против и третий проход если так можно выразиться подчищающий то есть в каких-то трудно доступных местах поскольку человека у которого волос растет щетина растет исключительно перпендикулярно я честно я не видел у всех какие-то свои нюансы свои изменения направлений роста поэтому я думаю вряд ли можно будет найти того у кого они растут исключительно перпендикулярно пока не забыл крайне важный момент в плане подготовки бритьев чем лучше вы предварительно размочите делаю акцент на слове размочите не распарите а именно размочите щетину тем лучше когда волос мокрый когда он напитывает в себя влагу в результате его гораздо проще сбривать почему не отпаренный отпаренный волос это в тот момент он получится отпаренный когда на лицо влияет достаточно высокая температура это будем так говорить это градусов 50 наверное достаточно горячо горячо тактильно и кожа лица или голову если вы голову вредите хотя с головой там чуть-чуть по-другому так вот кожа лица она становится очень а в некоторых случаях и чрезмерно уязвимой то есть она такая становится очень сильно травмоопасная поэтому вода должна быть не горячая а теплая или хорошо теплая и этого будет достаточно для того чтобы щетина очень хорошо размокла плюс дополнительно при нанесении пены вы ее дополнительно увлажняете я только что закончил принимать ванную поэтому она у меня даже не смотря на то что оплёкся на вступительное слово достаточно увлажнена важный момент я лично субъективно всегда вот такими руками я бритву к бритве не притрагиваюсь в обязательном порядке я беру бритву руками сухими чего и вам от всей души желаю по одной простой причине водичка у вас попала в осевой или даже она не попала в осевой просто вы взяли мокрыми руками а поскольку подавляющее большинство клинковых бритв изготовлены из высоко улеродистой стали она моментально каратирует поэтому изначально так исторически сложилось что бритвы с водой не дружат в общем то все руки сухие можем потихоньку приступать поскольку есть у нас вот такая редчайшая возможность попробовать в работе бритвы японского производства торговая марка ribbon extra 74 порядкового номера производителя рюичи сайта премиальная модель роскошный вид 22 миллиметра полная выборка но не экстра кстати говоря к разговору относительно выборок несмотря на то что я начну потихоньку несмотря на то что а надо еще об этом сказать я в рейс уже какое-то время мне по-прежнему бритвы на выборке нравится больше чем клины или клины мне нравится меньше чем выбор бритвы на выборке вот просто я больше имею склонность бритвам на выборке имеется ввиду выборка это из заготовки выбирают на гриндерных камнях с обеих сторон металл и получается вот такая как бы форма если очень и очень грубо сказать как эйфелева башня если мы говорим о геометрическом строении клим то там просто как с торца можно увидеть нечто подобное равнобедренному треугольнику там другой угол результирующий двумя фасками и мне он нравится меньше потому что мне кажется что она более ну как как недостаточно острая ну я больше как бы люблю выборку это момент один теперь касательно бритья технику мы решили уже не трогать но я хотел бы сделать небольшой акцент на том что движение я бы рекомендовал делать более короткие вот этот каждый вот это каждое продвижение каждый маг он покороче я бы советовал делать в таком случае вот так достаточно однозначно такие движения я бы посоветовал при работе как в данном случае с достаточно длинной длинной волоса это же будет справедливо если объем волос очень большой по крайней мере первый проход имеет смысл сделать такие прямо совсем коротенькие махи у меня вода дальше чем вот сюда она никогда не попадает поэтому рука она всегда сухая и естественно но сейчас я попытаюсь как бы ускориться для того чтобы процесс не затягивать но в принципе я всегда контролирую чтобы вода во сегодня попадала никогда еще я не стесняюсь бритву протирать когда первый проход выполнен потом уже дело пойдет гораздо гораздо быстрее легче я буду откладывать на носочки потом свяжу и буду ходить кайфовать по делям таким вот образом без спешки никуда не торопиться это не это не не скажем так не занятие для того чтобы вы сделать огонь быстрее тут преследуется цель другая безусловно прежде всего это бритье а клинки дают бритье нам самое самое чистое и как это ни странно безопасное и возможно помимо всего прочего это крайне такой приятный отвлекающий развлекающий успокаивающий процесс попер-бах он безусловно может определенное время занять он может занять и 30 минут и 40 минут и 50 минут и 60 минут ничего в этом критично абсолютно нет база это никто ругать не будет не ругать не смеяться над вами со временем время это сократится до какого-то оптимального если допустим есть парни которые там в течение 5-7 минут бреются я на все про все никуда не торопясь в три прохода у меня это занимает где-то 10 до до 17 минут скажем так с подбревками совсем чем угодно попер-бах опять же таки особенно попер-бах вообще торопиться никуда не стоит сейчас вот это первое безобразие большое снимем и потом все станет гораздо проще и быстрее поскольку следующие скажем так прохода они уже будут подчищающими но щетина длинная надо крайне крайне по чуть-чуть по чуть-чуть все равно эффект вот этого тянущегося волос он присутствует а точнее сказал присутствовал потому что все длинное мы уже снесли можно особо с первым проходом не заморачиваться в плане там по чистоте остальные два или три как будет удобно угодно удобно удовольствие каждый выберет для себя сам но принцип такой полетела влад привет надеюсь поправится сейчас я думаю как по наказанному уже добью то есть вот 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 полотенца полотенца в данном случае у меня два одно полотенце оно такое более влажное уже второе совсем сухое бритву сухим протираем стартуем на проходе против роста здесь уже безусловно гораздо все быстрее и проще несмотря на характерное звуковое сопровождение очень и очень щепетильно бритва обработает отличная штука очень хорошо очень хорошо вот у меня под носом всегда беда потому что я боюсь вот эту перегородку всегда часто и устно в врезать отлично чистенько и очень здорово работает и вот район кодека такое место постоянно самую тут верхушечку подрезаю и вот здесь у меня есть место с этой стороны такая крошечная линия волос растет исключительно вот так потом я покажу как я все составляю для того чтобы выглядеть все в ноль так 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 Продолжение следует... Бритву по-прежнему стараемся не забывать протирать. Бритву по-прежнему стараемся не забывать протирать. Очень здорово работает. Я к тому, что все-таки выборка. Сохраняется... Отлично сохраняется рабочая острота. Немаловажный момент. Я бы все-таки советовал осуществлять правку после бритья. Именно после бритья. Поскольку, таким образом, вы наверняка бритву просушите так, как нужно и подготовите ее к следующим рабочим испытаниям. Немаловажный момент. А мы будем потихоньку завершать. Потом, когда уже вы овладеете основами, когда набьете руку, будете понимать, как, куда растет волос и как его нужно обрабатывать. Потом ряд ненужных вопросов просто отпадет. Просто я бы советовал в определенной степени набраться терпения и регулярно продолжать тренироваться. По-первых, допустим, как правило, ребята приходят к ленкам, переходя с Т-образных станков. Поэтому, в таком случае, допустим, первое время, чтобы облегчить себе задачу, можно стартовать с клинка, а какие-то сложные моменты подрабатывать тем же Т-образным станком. Здесь абсолютно ничего страшного нет. Абсолютно. Вот линия с этой стороны у меня растет волос туда. Здесь волосы растут вот так. Поэтому пусть никого не смущает мои странные какие-то телодовижения. Ну вот мне вот так удобнее всего и в моем конкретном случае наиболее эффективно. На шее еще два участка таких крайне тяжело обрабатываемых. Вообще там непонятно шум куда растет. И в уголке рта тоже два таких какие-то места. Вообще не понимаю, что происходит там. Под таким каким-то сумасшедшим углом. Так у каждого. Нет такого, что один там все ясно и понятно, а второй мается. Что делать. Что делать. Ну вот за которым мы давайте начинаем. Там fille отзывы, там где-то всё нам нужно. Это в уголке прямо на поле. Это просто, что mooi надевя языком. Я снижisé к journeys тяну. creator. И это больше всё. Сейчас еще гуля感覺. И скрываем под ноль. Еще один немаловажный момент. Пока кожа вместе с ней щетина размоченная, наблюдается такой эффект, они как будто чуть больше возвышаются над поверхностью кожи. Это надо обязательно тоже учитывать. Для таких максималистов, которые хотят все выбрить прямо в ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль, когда кожа высыхает окончательно после бритья, волос, он в определенной степени прячется вглубь кожного покрова. Тоже такая немаловажная вещь. Завершаем немедленно и очень умеренно. Здесь мне надо поработать так, а обратно во всем остальном, как бы, вот туда. Здесь, по большому счету, все это очень красиво и красиво. Так надо под самый нос залезть. Очень часто и так там микромах. Но даже делая этот микромах, все равно я тыкаю нос. Так. Итак. Так. Вот, в общем-то, и все. Сейчас я освобожу бритву от остатков мыла. Потом я ее протру на заведомо, у меня тут висит халатик махровый. Вытру этот халатик. Так, на секундочку мы отложим в сторону. Вот. Вот. Все, что нам осталось сделать. Это нанести автошейв. Недолго думая, выбрал я одноименный. В данном случае это одеколон. У меня есть и автошейв. Но в одеколоне больше преобладают цветочные тона, я бы так это сказал. Хотя, конечно, у меня оно сейчас вышезает. Так, с бритьем мы закончили. И теперь, вот, а правильнее было бы это. Ну, хотя, одним словом. Сразу, безотлагательно, попробуем бритву. Предварительно, сухой и чистой рукой мы слегка в несколько движений разогреем кожу. Время от времени у меня вот этот вот крючочек подвесной, он выкидывает какие-то замысловатые коленца. Итак, вот так вот перемешиваем и протерли. И, я думаю, проходов в 30 можно поправить. Нужно поправить, извините. Немаловажный момент. Если вы будете делать в три раза медленнее, разницы не будет никакой. Вплоть до вот такой. никуда торопиться не надо никуда спешить не надо поначалу я бы даже в большей степени рекомендовал делать вот такие медленные проходы движения при проходе и теперь наверное самый немаловажный момент это касается и новичков прям совсем новичков и тех ребят которые уже какое-то время бреются да вообще наверное для всех это рекомендация будет очень кстати и абсолютно не бесполезно как бы это странно не звучало я бы очень рекомендовал после правки делать каждый раз тест-нарез волос без очков уже не справились конечно после того как вы бритву поправили она по обязательном порядке тест нарез волоса должна проходить абсолютно легко и непринужденно по всей длине вот вам залог того что у вас бритва полностью снова готова к любым испытаниям у меня же на этом все спасибо за внимание и до скорой встречи в эфире пока пока пока